В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главная тема выпуска. Все для здоровья пациентов и комфорта врачей. Заместитель главы администрации муниципалитета Татьяна Квасникова проинспектировала 3-е хирургическое отделение ВРКБ. Скажите, а вы до операции лежите или уже после? После операции. Он завтра выпустит. Ну, он уже выпустит. Комплексное благоустройство территорий завершилось в деревнях Горки и Белеутова. Сделали мы тротуар по настоянию жителей в деревне Белеутова. В центральной библиотеке прошел мастер-класс по изготовлению рождественских венков. Я набрала шишек, покрасила их краской белой, получилось что-то такое яркое, новогоднее, солнечное. Заместитель главы администрации округа Татьяна Квасникова посетила 3-е хирургическое отделение и отделение офтальмологии ВРКБ, расположенное в Расторгуевской части Видного. Цель визита – оценить условия работы врачей и лечение пациентов, выслушать просьбы и предложения медиков. Побывала на встрече и наша съемочная группа. Больше года назад здание, в котором располагается 3-я хирургия и отделение офтальмологии, преобразилось как внешне, так и внутри. А потому гостям, заместителю главы администрации округа Татьяне Квасниковой и заместителю председателя Совета депутатов Валерию Черникову было что показать. Эта зона, она исключительно такая рабочая, где находится кабинет заведующего, ординаторская, перевязочная и так далее. И следующая зона – это госпитальная, это где все палаты, и эта зона, где операционная. Сначала гостям показали отделение хирургии. Главный врач ВРКБ Бутай-Бутаев рассказал о том, что на базе отделения обучаются студенты нескольких медицинских вузов. Здесь делают высокотехнологичные операции, после которых реабилитация пациентов проходит быстрее. Скажите, а вы до операции лежите или уже после? После операции. После операции. Вы уже к выписке готовитесь? Да, все. Домашнее настроение. Как вообще в больнице вам? Все здесь замечательно. Все и доктора, и анестезиологи, и медсестры. Все здесь хорошо. Конечно, больница была разрушена. Постарайтесь больше не болеть. Здоровья вам. Силами руководителя, да? Заведующий третьим хирургическим отделением Видновск районной клинической больницы Виталий Осокин по совместительству депутат Совета депутатов Ленинского городского округа рассказал, что с начала года он и его коллеги провели свыше 600 операций. Здесь больные лечатся с патологией брюшной полости, желчекаменной болезнью, грыжей различной локализации, с патологией вен, доброкачественным образованием мягких тканей различной локализации. Операция выполняется в основном лапароскопически и с применением лазера. Татьяна Квасникова также побывала в отделении офтальмологии, которое расположено в том же здании, этажом ниже. Здесь слово взял заведующий Петр Бокшинский. Он рассказал о современном оборудовании, которое применяется для диагностики и лечения нарушений зрения и продемонстрировал работу некоторых аппаратов. У нас больная, если не проверялась. Вот смотрите, вот у нее глукома выявилась на глазу. Здесь хорошо видно нерв, вот сам нерв, вот посмотрите, где находится, да? С продавленной экскавацией, которая контурируется розовым цветом. Петр Бокшинский рассказал, что сейчас в отделении находится самое современное оборудование, а в год здесь проводится более 200 операций, и их количество растет. Заведующий отметил, что врачи готовы проводить до 500 операций в год. Увиденным и услышанным заместитель главы администрации округа осталось довольно. Сегодня мы в современной, красивой, комфортной, с хорошими условиями и услугами, надо сказать, больнице. Мы видели сегодня и людей после операции, которые в палатах. Мы сегодня общались и с теми, кто готовится к операции. Я думаю, что вот эти условия, они совершенно иначе и морально готовят человека к процедуре операции. Напомним, здание, в котором располагаются третье хирургическое и офтальмологическое отделения, было построено в 1962 году. Капитальный ремонт здесь был проведен в 2020 году. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Для представителей бизнес-сообщества Ленинского округа прошел семинар-тренинг, посвященный альтернативному способу урегулирования споров. Инициатором встречи выступила общественная приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области. В том, что такое медиация и как ей пользоваться, разбиралась наш корреспондент Галина Житкова. Мария Светлова – дипломированный медиатор. В адвокатской профессии уже 13 лет. Но прошла переподготовку и сейчас возглавляет центр, где вместе со своими коллегами-юристами помогает сторонам решить конфликт в досудебном порядке. Особенно медиация отличительна для бизнеса, когда стороны конфиденциально через интерес каждого принимают взаимовыгодные решения. Когда в международные контракты вносится пункт о медиативной оговорке, сразу повышается авторитет и доверие к сторонам сделки. Предприниматели Ленинского городского округа хотят быть в курсе новых тенденций в бизнесе. Поэтому такая важная тема, как медиация, не осталась без внимания. Актуальных вопросов еще довольно много, но семинары-тренинги дают ответы на некоторые из них. Мы одни из первых в Московской области, которые эту тему развивают. То, что мы нащупали все болевые точки в законе о медиации, и сейчас стараемся их решить вместе с Министерством юстиции, вместе с другими государственными органами, это действительно так. Общественная приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей в нашем муниципалитете работает с 1 октября 2019 года. За это время за помощью обратились более 100 представителей бизнес-сообщества. Чтобы не доводить ситуацию до суда, как правило, суда перегружены, это сроки, это время потерянное. Поэтому в рамках этой истории можно достаточно быстро решить свой спор. Но опять же, здесь две стороны должны быть заинтересованы в решении этого вопроса. Альтернативные способы разрешения конфликтов необходимо использовать в повседневной жизни не только предпринимателям. На встрече было немало представителей общественных организаций, которые в своей работе постоянно прибегают к медиации, как единственно правильному варианту в спорной ситуации. Это действительно очень хорошая идея, когда наши бизнес-истории, индивидуальные предприниматели, самозанятые, крупный бизнес, средний бизнес, они имели возможность сесть за круглый стол и в мирном порядке, собственно говоря, разрешить все свои споры. В завершении семинара все участники сошлись во мнении, что такие встречи полезны и дают максимум интересной информации в разнообразных сферах и по различным направлениям. Калина Житкова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В деревнях Горки и Белиутово совсем недавно завершилось комплексное благоустройство территорий. Качество проведенных работ проверил председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко. Подробности в сюжете Натальи Буслаевой. Масштабное благоустройство в деревнях Горки и Белиутово было завершено за несколько месяцев. Стоит отметить, что работы проводились с учетом пожеланий местных жителей. Как рассказала жительница Белиутово Галина Нилова, одна из основных проблем, которая очень долго оставалась нерешенной, это отсутствие пешеходной дорожки вдоль улиц Центральная и Родниковая. Людям приходилось идти прямо по проезжей части. Мы, конечно, очень довольны, что сделали нам тротуар. Почему? Потому что народ раньше шел по дороге. Во-первых, весной у нас с пятачка там вода заливала, что люди по щеколотку шли вот в этом месиве. А сейчас красота. Были, конечно, недочеты. Я вот звонила, там была большая лужа возле нашего дома на тротуаре. Заделали. Теперь хорошо очень даже. Нам нравится. Проверил качество проведенных работ по комплексному благоустройству в населенных пунктах председатель Совета депутатов Ленинского городского округа и депутат по данному участку Станислав Радченко. Сделали мы тротуар по настоянию жителей в деревне Бельгутово, которые очень долго этого просили. Дети ходили у нас по трассе, по дороге фактически. Значит, естественно, у нас также мы не забыли детские площадки. Две абсолютно новые, с новыми мафами, обновлены. Достаточно удобно теперь и взрослым, и детям там находиться. Поставили, безусловно, елки. Готовимся к Новому году. Вместе с тем остались ряд там нерешенных вопросов. Но я думаю, что мы в рабочем порядке с дорсервисом это все добьем. На Советской улице в деревне Бельгутово обустроена новая контейнерная площадка, соответствующая всем санитарным нормам. Здесь же по губернаторской программе «Светлый город» установили новые фонари. Также в населенных пунктах были сделаны две детские площадки с современными игровыми элементами. Еще одна губернаторская программа, которая была успешно реализована в деревне Горки, это «Народная тропа». Комфортную пешеходную зону обустроили от памятника Буянову через сквер к остановке общественного транспорта и от дома Шульгина в сторону музея Горки Ленинские. Жители очень часто пользуются этими маршрутами, чтобы пройти в амбулаторию или на почту. Также после обхода территории Станислав Радченко рассказал и о запланированных работах на следующий год по своему избирательному округу. «Ремонты дорог у нас в Калиновке деревни, там три дороги. Это у нас Цветочная, Сиреневая, Каштановая, от дома 22 до 80 дома, длинный промежуток от Ермолинской дороги к храму. Также по моему округу это и в деревне Пуговичино въездная дорога, и в Петрушино 2-й и 3-й улицы. Все наказы жителей возьмем в работу». Так что планов впереди еще много. Их реализацию депутат также намерен держать под контролем. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Центральной библиотеке уже вовсю готовятся к встрече Нового года. На днях там прошел необычный мастер-класс по изготовлению рождественского венка из бумажной лозы. Наша съемочная группа стала свидетелем того, как обычная газета в умелых руках превращается в эффектный предмет декора. Самые обыкновенные газеты – спица, клей ПВА, краски, шишки, бантики, искусственные еловые веточки и ягоды, немного фантазии и терпения. Таков рецепт рождественского венка от рукодельницы Ольги Сысоевой. Им она решила поделиться с читателями Центральной библиотеки на творческом мастер-классе. Отрезаем 8 сантиметров газеты, спицу кладем практически параллельно краю и начинаем скручивать. Ольга по профессии медик, работала медсестрой в видновской стоматологии, но всегда выкраивала время на творчество. Затем стала проводить мастер-классы сначала для знакомых и детей-коллег, а после и для более широкой аудитории. Я не только отдаю, я очень заряжаюсь энергией. Целую неделю от мастер-класса до мастер-класса жить подготовкой, продумывать, придумывать, ну это здорово. В мастер-классе на этот раз участвовали не только дети, но и взрослые читатели библиотеки. Надежда Анатольевна Желяева и Светлана Ивановна Саблина обычно ходят на такие мероприятия с внуками, но сегодня пришли одни. Я с внучками хожу, просто они сейчас заболели. Поэтому я пришла, чтобы посмотреть, как и дома сделать. Интересно, да. Первый раз мы плетем из бумажных таких трубочек. Как вам сегодняшний мастер? Великолепно. Были какие-то сложности? В плане. Ну, сложности в процессе? Ну, конечно, когда делаешь первый раз, как же без них. А что было самое сложно для вас? Палочки соединить. Когда венок сплетен и скреплен клеем, самое время приступить к его украшению. Я набрала шишек, покрасила их краской белой, получилось что-то такое яркое, новогоднее, солнечное. Сделала ягодки, сделала цветочки из атласных лент. И вот детишки сидят, украшают. Чем ты будешь его украшать? Вот таким вот этим, вот таким цветочком. А еще я вот такими хочу украшать. Так. И что ты с ним будешь делать потом, с этим венком? Повешу, наверное. Если мне мама здесь просто на стене, мы за ним заплатили. В планах рукодельницы на следующих мастер-классах познакомить читателей библиотеки с остальными своими любимыми техниками. Плетением шкатулок из джута и украшений из сутажа. Так что следите за анонсами. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.